всем привет с вами канал техно ум и сегодня я вам расскажу стоит ли в 2018 году покупать xiaomi redmi 5 плюс какие у него плюсы и минусы поехали и так телефоном я пользуюсь достаточно много и могу вам рассказать всю правду только правду без вот этих вау какой замечательный смартфон о нашем телефончике и так давайте начнем сначала по качеству сборки сборка у него идеально то есть металл пластиковые вставки сверху снизу для более высокого уровня связи камерам камера это минус то есть вы мы видим что у нас камера выступает достаточно из корпуса то есть куда бы вы не положили она будет царапаться даже не спасает наш чехольчик то есть если мы его надеем камера все равно трошки выступает имейте это в виду то есть за чехол плюс чехол достаточно хорошего качества и хорошо что есть в комплекте не надо заморачиваться покупать что-то плюс однозначно по поводу сборки продолжим наши качельки регулировки с громкости и включение не лифтят ни капельки все идеально то есть сборка на высшем уровне олефобное покрытие также идеально у нас и у нас есть такой легенький не скажу что очень сильно 25d стекло то есть качество сборки повторюсь идеально давайте пойдем дальше давайте пойдем дальше по поводу сканера сканер тут повторюсь не повторюсь тоже идеальный то есть он вот только я прикасаюсь он сразу же срабатывает то есть сканер да на высшем уровне тоже плюс этого телефон по поводу камеры камера тут да в яркие дни какие-нибудь там солнечную погоду она снимает ну можно сказать хорошо но достаточно чуть-чуть потемнеть или освещение такое искусственное все можно забыть что у вас вообще есть фотоаппарат можно его швырнуть куда-нибудь подальше я имею ввиду наш телефончик и забыть его по поводу камер дальше идем дальше у нас идет экран экран тут просто на высшем уровне full hd плюс full hd плюс и что же я вам скажу по поводу экрана 6 дюймовый но 590 10 будем называть его 6 дюймовый он очень мне понравился то есть он отзывчивый он вообще идеальный то есть если мы возьмем даже в настройки тут есть режим чтения то есть он уже есть в почти во всех телефонов то есть мы можем делать его больше меньше с первого раза не получилось вот больше меньше затемнение то есть если вы в ночное время захотите почитать чтобы не поршит портить ваши глаза можно этот режим включить также тут есть настройка цветового фона тона теплый натуральный холодный также есть контрастность увеличить контрастность стандартно у меня стоит автоматически и натуральный вот по поводу экрана экран мне очень понравился то есть 6 дюймовый пред на таком соотношении телефона он вписан просто идеально использоваться им даже одной рукой мне очень удобно то есть если я захотел вот мы видим шторку то есть можно провести просто и в любой вот я дотяюсь просто ловкость рук не знаю у меня были 5 и 5 дюймовые телефоны пользовался я ими примерно так же как с этим то есть что касается там ой он большой лучше брать 5 нет ничего подобно в пятерке ридми там во первых hd разрешение и короче он не сильно дотягивает вот по поводу экрана что я хотел сказать это плюс еще я думал что с экраном будет идеально играть в наши игры то есть любые игры запустил там и все но я еще думал что может вот эти упражнения управление панель управления будет пододвинуты к торцу то есть как мы видим экран большой и они будут вот где-то вот в этом месте то есть не будет удобно играть но нет все удобно все все идеально то есть разработчики продумали это все вот то есть играть для игр он идеальный но если одно но он не игровой смартфон ну вообще никак скажу вам честно никак у меня стоят настройки покажу вам низкие 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 сверх низкие нет нет отключено все подключено то есть мы видим тени отключены все полностью у нас все отключено и вот мы дошли до самого главного кажется экран идеально телефон идеальный то есть но мы играем вот я запускаю самую такую мощную игру на данный момент но все равно и вот нас низких и там сверх низких настройках фпс примерно в среднем 30 тут вот вы не поверите 30 вот играть можно ну вы видите травы ничего нету то есть все вот по поводу панели я говорил только вот до сюда дотягиваться тяжело о чем я вам и говорил то есть вот вы стреляете и надо чуть-чуть дотягиваться вот но для как для игр вот сейчас конечно мы только начали 60 фпс мы видим и как только начнется какая-нибудь баталия жарко все 30 фпс и минус еще этого экрана что у нас теряется полезная площадь так давайте я вам покажу то есть вы не видите что вот тут вот справа слева находится вот за этими закругленными углами так сказать вот по поводу игр да он не никак ну как можно играть если вы там не 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 супер пользователь какой-нибудь там вы играете в какие-нибудь я не загадка 6 там 78 какие будут выпускаться то есть телефон средний очень средний то есть игры на нем тянутся очень-очень по среднем даже по низкому можно сказать вот ну вы поняли что телефон не для игр все его хвалят как он крутой как он нет нихера подобного он не для игр даже да можно на нем играть но я как повторюсь на очень низких настройках вот по поводу звука телефона 35 остался у нас звук мне очень понравился звук в телефоне можно сказать идеально я не знаю зачем тебе цапы нужны встроенные там усилители я пользуюсь простыми наушниками джи белл не помню какой-то модели но стоит примерно 50 долларов те наушники и меня полностью устраивает звук поверьте вы мне звук у него на высшем уровне не знаю давайте его включу в динамиках звук то есть также звук в самом телефоне достаточно хороший даже присутствуют какие-то басы ну вы этого не заметите потому что как известно по видео звук не 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 оценивают у нас вот что касается самой оболочки и так далее да оболочка мне понравилась она достаточно хорошая то есть пользоваться телефоном без каких-либо лагда ну вот я повторюсь для работы для чего-то такого вот вот у вас есть телефон крутой 6-дюймовый вы там посерфили в интернете там то-то он идеальный но не для игр то есть этот телефон как бы именно можно купить для того чтобы он у вас был лазить в интернете и так далее то есть он большой как сейчас с 7 с 8 поняли эту фишку и выпускают только громадные вот эти экраны то есть 66 и более там дюймов то есть все поняли что можно вставить в телефон 5 и 5 размера экран шестерку и даже более и будет комфортно всем пользоваться лазить в интернете и так далее вот ну вот и все что я вам хотел рассказать по поводу этого телефончика стоит ли он своих денег мне кажется однозначно он стоит ну допустим он стоит где-то 150 долларов на данный момент да вы купите хороший телефон хороший экран но вы не сможете в полном мере удовлетвориться этим потому что он слабенький да на данный момент на 2018 году он слабенький ну вот и все кому понравилось видео ставим лайки подписываемся на канал всем спасибо всем пока